За помощь, которую он нам оказывает, за те образцы, которые мы от него получаем. Дело в том, что я должна отметить, от этого человека образцы попадают всегда с детальным описанием и химическим анализом. Сегодня он передает в дар музея очередной образец, и так, извиняюсь, извините, анализ еще не готов. То есть, вы знаете, побольше вот таких пополнений фондов, когда все изучено, все описано, все уже препарировано, обработано, вот, знаете, вам храните, сохраните, передавайте и корите. Я хотел, чтобы было в музее побольше, побольше обработанных. Спасибо. Без коммерческой жилки. Это всегда хорошо. Да. И чтобы они каждый год вам что-нибудь интересное, новое принесли, пополняли в нашей коленции. Ну, мы постараемся пополнять. И штат должен быть побольше в музее. Ну, это надо говорить уже не здесь. Ну, почему? Потому что на такой огромной территории заказников, такое количество штатов, это очень-очень важно. Они просто не успеют даже побывать куда-нибудь за свою жизнь. Каждый, кстати, в Москве, в каком заказе. Ну, вообще, конечно, я благодарю Волошина Сергея Евгеньевича за помощь, которую он нам оказывает каждый год. Ну, я тут представляю одного себя. Значит, мы работаем уже три года на территории заказников и в смежных территориях по изучению редких минералов. Редкоземельных, редкогенитальных минералов совместно с МИАСом. Института минералогии Уральского отделения Российской Академии науки. И вот Сергей Леонидович бросает все свои дела и нам помогает. Привозит, увозит экспедицию по дебрям. Иногда, значит, все ломается, иногда перевертывается что-нибудь по дороге. Но, тем не менее, значит, вот эта помощь просто невосполнимая. Вот это все тоже важно, когда приходится работать в условиях бездорожья и плохих коммуникаций. Нет радиосвязи, нет легкой энергии, нигде в этих уголках приходится, все так стоит с собой. Ну, может быть, я слишком уже много поговорил. Извините. Спасибо. Ну, в своей работе, спасибо вам большое за теплые слова. В своей работе музей стремится к тесному сотрудничеству и с внешкольными учреждениями. Многие годы сотрудничество связывает нас с какого-то природа. Вне школы слова. И за бесценный подарок, который нам сделал десятилетие, это экспозиция из 30 минералов, которые он лично от сердца оторвал. И дал возможность нам экспонировать во втором нашем зале. Те дети, которые уже, вот, выставка открылась у нас 21 числа, они их смонтировали. С 21 числа у нас уже было две группы. Они просто стоят возле этих минералов, раскрыв рот. Они такой красоты никогда не видели. И благодаря вам они увидели, какие бывают огромнейшие кристаллы. Многих, конечно, таких у нас нет. Но будем надеяться, что у нас будет когда-нибудь лучше. Будем надеяться, что мы наполним их не менее яркими образцами. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Значит, я думаю, что... Я сначала сделаю подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это для вашего музея. А то вы можете записать. Это называется, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, это я знаю, как это называется. Палочи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, что я хочу сказать. Вот, конечно, очень хорошо, что появилась еще одна сочка на Урале. Это музей, заказник. Это очень прекрасно. Значит, у нас была музей. Там был музей. Он есть. Хорошо, что здесь музей появился. И хорошо, что здесь много людей, которые работают именно с заказником и с музеем. Но я хочу сказать еще одну вещь. Значит, ну, высокопректостная в Урале не буду о том, что нам президент дал задание организовать туризм на Урале по всему союзу. Это нужно было делать давно. Ну, мы, сами понимаете, у нас пока спинок сверху не получим, мы это делать не делаем. Так вот, где, как ни на Урале, именно в городе Екатеринбурге и его окрестностях делать геологический туризм? Без этого просто. Вот любого туризма нам здесь и не надо. Что такое сделать туризм, скажем, ну, по картинам там почему-то, ну, картинные церкви, они лучше есть в Москве, в Ленинграде. А вот то, что мы здесь имеем, и вот наши копии знаменитые, около 500 копеек, у которых у каждого есть название. Там, там, сарафанится, видите, мокрушек, дологи, все, что хотите. Своя длительная история. Да, длительная история, но она начинается в несколько веков. Я что хочу сказать, и мне бы очень хотелось, чтобы вот туризм где начался, ну, в ближайшее время. И для этого, что бы хотелось сделать? Ну, я что сделаю? Значит, я уже переговорил с предпринимателем президента России, и я буду у них где-то на той неделе общаться, встречаться, и я уже попросил их помощи в чем. Вот у нас литовские карьеры были в помещении, где было рудоуправление, где мы там, в городе. Это вот 20 километров отсюда, место, здание, которое разрушается. И вот неплохо бы всем нам об этом задуматься и каким-то образом передать куда-то, кому-то, может быть, нашей общественной организации, Уральский Минологический Музей, что там организовать базу, и оттуда уже можно. Вот приезжают туристы, у них есть где остановиться, десяток маршрутов можно разработать. У нас прекрасные, красивые места. То есть у нас не только посмотреть, значит, просто покупаться, отдохнуть, но можно где-то и взять просто камешек найти. Это элементарно. Поэтому вот это было бы здорово. И лучше всего было бы начать именно вот именно с вашего резервского заказника, значит, с вашего музея, потому что, ну, здесь как бы есть где разместить вот такой прием гостей, да? И, в принципе, где-то еще дастся большой толчок, и рабочие места будут здесь. Это 20-30 человек, это может работать с первого дня буквально. И в этом году, я считаю, что нужно уже сделать несколько хотя бы маршрутов, чтобы подбирать таких людей, и, конечно, нужно с помещения начать, потому что где-то людям приезжать, остановиться надо. И, может быть, начать вот с этих помещений, о которых я говорил. А вообще... У нас есть уже гостиница готовая для этого. Это тоже хорошо. А Эко-тропу, нужно вот выделить средства на Эко-тропу и разрекламировать ее, и тогда все повалят. Вот я, вот теперь я продолжу. Значит, дело в том, что этой программой уже занимаемся два года, уже съеденные громадные деньги, которые были выделены в область на туризм, мы пока ничего не поимели. Вот давайте будем это организовывать, потому что люди, они должны и сюда тоже выделены. На те же наши гостиницы, на Петровку, на организацию всего этого. Поэтому я что хочу сказать. Ну, хорошо, что у нас была здесь такой хороший коллектив, хорошо, что есть такой музей, и я думаю, что мы будем работать. Спасибо. Ну, на этом я предлагаю завершить нашу вот такую официальную торжественную часть. Уже все утомились, у нас есть не место, но, к сожалению, не позволяет держать вот такое вот птичство людей вот постоянно. Молодцы, молодцы, молодец, моя бабушка. Вот какие у нас посетители. Пойдем, пойдем. Нет, птичка это, это самое главное. Мы сейчас с этой птичкой будем наделать. Все снимаем? Да, в Свердловске, да, въезде. А вы тут хотите затолкать куда-то? Нет, нет, нет. Вы тут только смотрели, это въезде. Нет, нет, никак. Ну, самая основная дорога у нас все-таки здесь. Ну, заводская, она, во-первых, ни к чему не в голове. Я ведь точно не в голове. Павлика Морозова может быть снято ездить. Никакой Павлика Морозова, я не могу сказать. Уже давным доставили. Примерно есть. Да? Да, Павлика Морозова. Домида, звери, птича, экскурсисты. Нет, о том, что вот надо уже перенечить. Да.